Все, так я задаю вам вопросы с листочков, а вы пытаетесь на них ответить. В принципе, я тоже могу попытаться ответить за компанию. Первый вопрос. Кто выдумал вас растить зимой о белые розы? Да. Надеюсь, ей не пахнет балленько. Я хотела бы маску футболистяной. Есть кто-нибудь, кто хочет ответить на этот вопрос? А я не слышу вопросов. Кто выдумал вас растить зимой о белые розы? Кушкин. Кушкин. Если кто-нибудь хочет ответить на этот вопрос, я могу передать. Просто мне замечание два раздела. Дискуссионное, да? Можно говорить громко? Да, значит, можно. Можно улыбаться и вести себя громко. Вы уже видите вас? Да, да. Слема? Нет, нет, мы просто делаем замечание, что вы все что думали. А кто вам делает замечание? Никто, никто. Мы, мы. Я не понял вопроса, если честно. Кто вас зимой что вы думал? Кто выдумал вас растить зимой о белые розы? Пусть есть ни стола. Я молодой человек. Юрий Владимирович Шотанов. Да, Юрий Владимирович Шотанов. Ладно, ладно. Мне кажется, мы их зашли ступенько. И пора перейти к следующему вопросу. Как уйти с работы, на которой работаешь 7 лет? Господи! Как устроиться на работу хотя бы на 7 месяцев? Вот в чем вопрос. А ваши варианты? Я могу отдать вам англитропон, если кто-то еще хочет ответить. Кто не хочет ответить? Как слабодневный вопрос. Как уйти с работы, на которой работаешь 7 лет? В окно. В окно, да, тоже очень хорошо. Серьезно. Я работала в копировальном центре, и там была девочка, которая работала там 9 лет, но копировальный центр был на первом этаже. Не получилось бы быть. Каждый год одной попытки, да. Хорошо. У нас третий вопрос. Что общего между веганами и феминистками? Ой, у нас тут референс к очень классному вопросу с прошлого спинтапа. Там задали вопрос, в чем разница имеет... Да, чем отличаются хвир и сквирт? Вот. А здесь что общего между веганами и феминистками? Ну, так, как вы думаете? Можно без микрофона? У меня микрофонофобия. Где другие расстроены, если при них убить и съесть котенка? Оля, действительно, у нас тут 40 штук. Еще варианты? Что общего между веганами и феминистками? Феминистками! Ну, написано же феминистками! Что вы феминистов в пизде своих пихаете? Они будут вести себя одинаково, если их поджечь. Меня, пожалуйста, поджигайте. Они ловят на телок. Да, это из этого. Особенно, если веганка, феминистка. Еще? Все веганы любят телочек, потому что телочки — это коровы. Корова? Корова. Телочки — это такие детеныши коров женского пола. Целенок и телочка, да. Можно? Я думаю, что феминисты веганы любят, когда их гладят. Ну, это с моей пакетой. Главное, не утягом. Главное, не утягом. Шутки про беканов и феминистов — это просто кома. Особенно, не знаю, не про кома. Различно про вейперов слышно. Про вейперов. О, про вейперов, да. Но, к сожалению, про вейперов никто не спросил. Эй! Я тоже вейпер. У меня визы. Любовь уничтожишь. У тебя бокс-мод? Я не разбираюсь. Я совсем не дам. Ладно. Тише действий. Я тоже. Продайте. Я просто с тебя не бросаюсь. Вот. Давайте постепенно перейдем к четвертому вопросу. О, боже. Нет. Я не хочу сидеть под 282. Что вы думаете о Кадырове? Мы не думаем о нем. Вот. Хорошая ответ. Мы не думаем о нем. Он не звонит, что Александр Крепович. Вы всегда думаете о нас. Прям, не знаю, спит и видит. Мы тут шутим. Что ж, ладно. Давайте дальше не разжигать. А почему проконтируют так быстро? Я думаю, что... Ну, ладно. Хотите еще? Давайте отключать проконтирую. В нем нет посидеть, Семеночка? Почему на это закрывалась? А, нет. Если бы я это неинтересно. Потому что мы не закрываем ответы. Я думаю, он спит ищет. Ой, есть... Мы с тобой уже выехали. Есть, короче, картинка в интернете. Жаль, у нас нет проектора. Кадыров без бороды? Нет. Там объедили три лица. Кадырова, Путина и Трампа. Крампа, да. Самый классный человек. Да. Получил 7 километров мягкий. Кстати, возможно. Порошенко. С 14-го года не устаревают шутки. Паршет. Ладно. Хорошо. Спасибо. Есть еще желающие... Не знаю. Попасть по 2-8-2. Часть первая. Вторая. Не знаю, сколько частей. Надеюсь, нет. То есть, что мы переходим к пятому вопросу. Из двух дураков получится один умный? Я не знаю. Смотреть, чем они будут заниматься. Не паскал. А, очень жаль. Еще ответ. Я вступаю. Это половинка дурака. Из двух дураков получится яблоко. Яблоко? А почему? Дурак в квадрате. Дурак в квадрате? А. Дурак в квадрате. Это математично. Где мы тут вам уже? А мозга в один череп не врезать. Ну, я смотрю, как постараться. И с какими инструментами. Так. У нас шестой вопрос. Ваниль или шоколад? Я не знаю даже. Ваниль или шоколад? Это вопрос про вейперов, да? Ну, если в жижке, то лучше, когда все вместе. Еще клавничка. Там написано ванильный или шоколадный. Нет, там написано ваниль или шоколад. А, ну да. Ты изновидничий? Ты у меня тут через бумажку просвариваешь, что я написала? Нет, это я написал. А, тяжелый случай. Так вот. Ваниль или шоколад? Ну, если не вейперов. Ладно. А если не вейперов, то да, о чем? Да, действительно. Ну, о чем говорите? О чем? Почему земля круглая? Ну, по-моему, она не круглая. По-моему, 30% россиян, или сколько там, считают так же друзья. Вы помните про эту статистику? Да, я даже помню. Разумею. Да, была статистика, по которой какой-то процент россиян очень-очень большой, считает, что земля плоская. Была статистика, по которой Левада центр пишет, что захочет. Ну, Левада центр лучше многих. Он единственный, как он может быть лучше многих? Ну, ладно, что все, Беларуси считают, что земля в холодной картошке, и Беларуси делают глобусы, и земля в холодной картошке. Да, еще название прикольное. Левада. Левада. Фамилия такая. Так, почему земля круглая? Еще вам хотите попытаться ответить? Она встать не круглая, это элипс. Это геоид. Что? Элипс это гурнирная фигура. Земля геоид. Ну, ладно, можно перейти к шуткам про гуманитарию. Потому что планетами играют бильярд. Что планеты? Планетами играют бильярд. Не знаю, что это будет. Планетами играют бильярд. Главное не увидеть кий. Чтобы не увидеть кий, нужно просто не шутить прокатирование. Он не настолько могущественный. Ну, попробуйте объединить его с Путиным и Трампом. Прошу. Вот, мой любимый вопрос. В какой клуб пойти после стендапа? Короче, либо Рабетса, либо Фритек. Третье, да, ну, третье, это школьнические пати. Простите, я не логист. Ну, я борюсь с этим, пытаюсь. Повторить вопрос? Нет, ответ. Либо в Рабетсу, либо на Фритек. Мне кажется, и той другой есть сегодня. Фритек-то точно. А это что это? А вам на меня? Ну, это бесплатные лечебинки, на которых играет Техно. Не Техно, а Техно. А че они на вязании? И что? Какой клуб? Не навязывайте вязание. Я не навязываю, а просто завязываю. Но вы можете положить свои варианты. Какой же в клуб пойти после стендапа? Рукоделье. Тоже ладно. Еще варианты? Я отдыхаю. А, я... Хорошо. У нас предпоследний вопрос. Что говорят люди во сне? Я не говорю во сне. А вы? Что вы говорите во сне? Я себя не слышала еще. Ну, действительно. Я тоже начисто говорю во сне. Ой, я бы не слышала. Аня, Аня. Микрофон? Нет. Ну, не знаю. Один раз подруга сказала мне, что я во сне откроила. Она забрала все мое одеяло. Это было разумно. Правду. Действительно, правду. И про одеяло, я думаю, тоже. Я обычно говорю про удобные железные табуретки. Железные табуретки? Не очень удобные. Надежные. Надежные. Что? А, еще кот кончается, крестил лоток. А, кот кончается, крестил лоток. Да, тоже неплохо. Еще обряды. О, у нас довольно психоделичный вопросик напоследок остался. От одного до десяти твой любимый цвет алфавита. Мне кажется, у меня это соломенный енот. Вот. А у вас? От одного до десяти твой любимый цвет алфавита. Красно-желто-зеленый. Красно-желто-зеленый? А почему не красно-черный? Красно-один. Да нет. Кто-нибудь хочет ответить на этот провокационный вопрос? Молодой Кистин. Мне кажется, это одиннадцатый Кистин. Я вас под 228-й заберу. Ну, если у вас нет с собой ничего, вас не заберут. Заберу максимум за пропагану. Да. Ну, хорошо. У нас был последний вопрос, и разогревчик закончился. Меня слышно? Да. Сори, я со шпангалкой. Я первый раз прошу больно не пить. Комитария, если что, дайте сюда. Теперь специально. Потом... Цвет ваших университет. Так. Говорить я буду за бодипостей. Давно на фейсбуке одна из моих подруг задала такой вопрос. Может ли, имеет ли право феминистка называть себя жемой? Разумеется, нет. Это непростительное заклинание. Мы сломаем твою феминистскую палочку, но твоей головой сорвем фиолетовую погону. Но если серьезно, мне хотелось бы поговорить о том, почему бодипостей действительно креоугольный камень современного феминизма, почему он настолько важен. Представьте себе, что вы ведете войну, а половина солдат у вас голодает, а вторая половина критически недовольна своим внешним видом. Госпожа моя начальница, танки не выйдут, они худеют. Подводная лодка стесняется выйти из дока. Я слишком толстая. Я считаю, что солдат должен быть, суд весело-здоров. Многие думают, что диктуя худой внешний вид, они заботятся о нас, они избавляют нас от зависимости. Слушайте, какой же это все-таки зависимость от еды. Еда – это первая ступень пирамиды масла. Наряду с… Это основная потребность человеческого организма. Какая, в чертой, мать или может быть, это независимость? Зависимость от поводу, скажите, скажите. И меня всегда интересовало, что же делают люди, которые побороли все зависимости. Вот у меня был такой ролик в Фейсбуке о том, как человек рассказывал, как он пытался побороть зависимость от Фейсбука и живут с ним в год. Я подумала, я, пожалуй, тоже поборю зависимость от Фейсбука на те пять секунд, пока я его промотаю. Зависимость… Меня всегда интересовало, что делают люди, которые побороли все зависимости. Вот они и значит. Вырвали себя из интернета. Интернет из них вакуумер дал. Они обороли страшное пирожное. Что же они делают? Они, видимо, сидят все такие гордые, уберменши, сидят и смотрят футбук. Днями и ночами. Все еще по поводу того, почему мы можем ли мы называть себя или такими жирными? Иногда нам кажется, что мы могли бы отыграться, отомстить. В общем, нам диктуют наш вес, почему мы не можем давать ему вес? Почему мы не можем сказать, скажем, той же жирностью приходит мужчина, он жирный, еще хочет какую-то красивую женщину. Вот. И там отомстить за упреки в маленьких сиськах тем, упреки в маленьких мышлениях. Ну, я считаю, что это получается хождение по кругу. То есть бесконечный отмен ударами. Водипозитив — это выход в иную плоскость. Это выход наверх. Сверху, соответственно, по всем людям, которые любят стыдить других внешностью, мы даем очередь дизертолета. Что же насчет себя? Казалось бы, себя ты имеешь право называть как угодно. Хоть жирной, хоть бабой, хоть бурой. Но не надо забывать, что у людей с такими параметрами, как у тебя, ты не единственная. Практически никогда, сколько бы ты не весила, всегда найдется человек, который весит столько же, а может быть даже больше. И когда ты называешь себя жирной, это падает на всех. Это такой фонтанчик из недоговоримой субстанции, который стреляет вверх на твою голову, но распространяется как зомтик на все. Поэтому я считаю, что нет, ты не имеешь права. Нет, наверное, нет, право женщина называть себя как угодно, разумеется, имеет. Но хорошо ли это? Скорее всего, нет. Я думаю, что это плохо и плохо для всех. В конечном счете это плохо и для тебя тоже. Спасибо. 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 Здесь право, за что ни у кого не пойдет от моего голоса, потому что многие считают в последнее время гарталость каким-то дефектом. Вот. Я считаю, это очень круто. Ну и просто супер. Да. Меня зовут Медея, а если быть полностью Бобухидзе, Медея Датиковна. Да. Да, да, я здесь. Вот. И... Ну, наверняка понимаете, что мне тяжело с этим жить. Это, конечно, так. Медея. Я из Грузии. Класс. Спасибо. И мне часто говорят, кстати, то, что я совершенно не похожа на грузинку. Вот. А в моем понимании... Ну, окей, ладно, а как я должна быть похожа на грузинку? Там, шашлык в сумочке носить, я не знаю. Там... Кенжал выкидаться. Да, там... Владынов по жопу там шлепать. Говорить, а уф, там, мерзик. Я не знаю. Там вывезли тут, блядь. Вот. И... У меня очень много страхов, и если мне вдруг откажут ноги, это не запланировано, это от нервов. Все в порядке. Вот. И... Спасибо. Вот. И недавно я летала в Дубай, и я боюсь летать. Летать боюсь после одного случая, когда я летала в Турцию, и пилот... В общем, блин, чувак, вот ты не мог выспиться, пожалуйста. Как бы тебе везти самолет там? Я не знаю. Может у тебя там... Я не знаю, не дай бог рак там, я не знаю, ипотека. Ну, блин, чувак, вот у меня все хорошо, я хочу жить. И, в общем, летала в Дубай, и рядом со мной сидела очень такая активная женщина, она потеряла плеер, и она ерзала. Ну, мы уже собрались на взлет, там к ней подходили все ордессы, говорили поспокойнее, пожалуйста, сейчас вот все. Она ерзает, ерзает, ерзает. Я лететь боюсь. Я говорю, женщина, что случилось? Она говорит, я потеряла плеер. Я говорю, давайте, вот все в порядке, сейчас вот взлетим, включат свет, я вам помогу. Я боюсь просто, рядом со мной паникучий человек, это еще сильнее страшно. Вот примерно вот так вот сейчас. Вот. И в итоге она впереди ребят напрягла, сзади ребят напрягла, сбоку тоже людей напрягла. В общем, всех, все сидели, искали этот плеер, и она его нашла выемки из стополокотника у меня. Все. Это все. Она говорила, враг народа. Она говорила, нет сострадания у человека. Вообще, вот как вот, как вот, я, женщина, у меня сердце, вот, сидит, хоть бы что. Я просто, я сижу, и так как боюсь лететь, я просто говорю, господи, господи, только молчи, хоть на один крик меньше, если сейчас разобьемся на один крик меньше. Это единственная мысль, которая, естественно, меня останавливала в такой ситуации. Вот. И многие мои знакомые, когда узнают, что я летала в Дубай, они, я не знаю, извините, если скажу это слово, кому-то оно покажется не политкорректно, они все говорят, ну да, ты же девушка, насосала. я, ну, для меня это вообще очень оскорбительно, потому что, блин, я хочу зарабатывать своим ртом, но для этого я занимаюсь стендапом. вот. Я… спасибо. Вот. Немного сломалась система. Вот, еще в школе, ой, в школе, в студенческие годы я боялась давать экзамен, математику, я очень плохо знаю математику, я не знаю надобиться на ножи, не знаю дроби, честно, я этим не горжусь, но вот у меня такой склад ума, я ходила к репетитору, не получается ни в какую. В общем, на 9-й пересдаче я придумала два способа имитации суицида и три способа имитации эпилепсии. Просто, чтобы оставить записку, поставьте мне мотан, пожалуйста, я там вот смоляю. Ну, слава богу, поставили, пожалели, все хорошо. И возвращаясь к теме, тому, что они говорят, что люди не верят, что я сама себя обеспечиваю, это так, и я недавно искала подработку и наткнулась на объявление о том, что можно продать яйцеклетку и получить за это 50 тысяч. Ну, в принципе, как подработка, блин, ну а что, как бы, ну, та же самая зарплата, раз в месяц, все в порядке, день в день, окей, я согласна. Но для этого нужно иметь уже одного родившегося здорового ребенка, у меня пока нет детей. Вот, но я пошла другим способом, я сдаю кровь, сдаю бесплатно, я уже седьмой раз донор. Вот. А где? На Щукинской, до этого сдавала Бакулева. Я не вижу... Но надо быть почетным донором уже. Нет, почетным нужно сдавать 40 раз кровь и 20 раз плазму. Вот, но я стремлюсь к этому. Еще, и Судуя Рогачева, детский онкологический есть. Оу, но я потом запишу. Я потом, блин, напиляю, но это очень. Это очень. Ну ладно. Вот. В общем, сдаю, честно говоря, тоже из корыстных целей, я дико боюсь уколов. Я падаю в обморок, это вот просто ужас. Я пошла туда сдавать кровь, потому что благая мысль, она меня будет мотивировать на то, чтобы я не боялась. И действительно так, когда я сдаю кровь, я думаю о том, что кому-то это поможет, спасет жизнь, и, ну, как-то легче это переносится. Вот. Ну, мое выступление короткое, и в конце хотелось бы сказать, если у вас есть возможность побороть свой страх или сделать доброе дело, никогда ее не теряйте. Все. Я люблю делать тесты, онлайн-тесты, а не больничные тесты. Хотя будет смешно, если я умру от какого-нибудь заболевания, и, возможно, не моим родителям, но если мои шутки покажутся вам не смешными, то будет смешно вам. Ну, так, я люблю делать тесты, и вот недавно я делала тест на эмпатию. Эмпатия – это способность понимать других людей. И я думала, что я сделала этот тест на высший балл, потому что, знаете, я понимаю ее здесь полуслова. Вот, например, «Привет». «Привет». Допустим, недавно я разговаривала с одной девчонкой, она такая, мол, я люблю черно-белые ки... И я такой, ну, вот, понимаете, уровень, да? И, нет, ну, я провалила этот тест, я набрала всего 30 баллов из 80 возможных, и, ну, вот, как так, да? Очень странно. Сейчас. Так. Ну, вот, но это... Этот результат открыл мне глаза на многое. Вот, например, недавно я разговаривала с другом в кафе и спрашиваю его, «А как думаешь, не стоит заниматься стендапом?» Он мне ничего не ответил, ушел куда-то и не вернулся. Но сейчас я понимаю, в принципе, что то, что я дала официанту чаевые, не делает нас друзьями. Я очень сомневающийся человек. Мне даже в последнее время стало казаться, что документальные фильмы по РЕН-ТВ немного неправдивые. Знаете, у меня разрешается в голове этот дивный рептилоидный мирок. И, ну, я верила в них в детстве. И в детстве я верила во многое. Например, когда ты ребенок... Я вообще люблю детство, потому что когда ты ребенок, вся информация дает себе прямолинейно. Например, недавно я смотрела мультфильм «Тачки», и вы знаете, про что он? Про крутые тачки. Потому что детям не нужно вот это, да, знаете, смотришь мой фильм про тачки, и в конце оказывается, что кто-то из машин просто очень быстрый велосипед. Взрослые, вот мы взрослые, да, обмазываются этим. Типа, давайте нам секреты, давайте нам какие-то там тайны, давайте делать вид, что мы поняли фильм «Начало». Я бурятка, и в детстве у меня был такой надоедливый одноклассник, я его ненавидела. Но не потому что... И он издевался надо мной. И знаете, какая была его главная издевка? Он называл меня буряткой. То есть, как бы, это не очень обидно. Я никогда не обижалась и старалась не обращать на него внимания, но он продолжал это делать. И мне просто кажется, что он очень заботился о том, чтобы я не забывала свои коры. Просто как по-другому объяснить такую настойчивую и тупую издевку? Типа, иногда мне хотелось подойти к нему с листком обидных фраз и дать ему сказать, ну, есть же выбор, есть же из чего выбирать. Вот, что ждет такого изобретательного человека в будущем? Депутатское место или... И последнее. Вот, я думаю, что скоро будет восстание машин, запомните мои слова. Недавно мой Windows 8 переустановился сам на Windows 10. И если 8 Windows что-то у меня спрашивала когда-то, то Windows делать делается сам. И вот, мне кажется, что в один прекрасный момент он просто скажет, что уходит жить к своему парню. И я буду такая, типа, ну, ребят, надеюсь, вы пользуетесь, пользуетесь антивирусом. И спасибо большое. Короткое выступление. Ну, очень короткое, но я надеюсь, что-то вам из него понравится. Сегодня такой день, что все друг друга разыгрывают. И я не знаю, вы, конечно, можете мне не поверить, но у меня сегодня день рождения. Мне исполняется 25 лет. И меня очень поддерживает все. Спасибо. И что вы говорите? Сегодня 1 апреля, шутка моя. Ну, я не знаю, я принесла, у меня есть с собой копия паспорта, я могу показать. В общем, ну, наше общество, оно такое довольно нарциссическое, как говорят психологи. То есть, считается, что все должны чего-то достигать. И в 25 лет многие люди задумываются о том, что, ну, чего я достиг, я должен быть успешным. Ну, вот я могу вам рассказать о себе. Может быть, вас это немножко поддержит, что я мало чего достигла до 25 годов. То есть, например... Ну, то есть, я имею в виду, что, там, возможно, вы сделаете вывод, что у вас все не так плохо. То есть, например, я работаю... А я 26, я ничего. Ну, то есть, например, я работаю на низкооплачиваемой работе. У меня нет детей в 25 лет, нет ипотех, нет ничего такого. Возможно, да, возможно, это достижение. И, ну, самая большая моя проблема, это то, что я до сих пор живу с родителями. А моя мама, она, например, знаете... Вот я недавно пошла на лекцию по психологии. И моя мама такая спрашивает, Наташа, а там не секта? Ну, а самое забавное, что сегодня, когда я собиралась сюда, я сказала, мама, я иду на вечер женского стендапа. И, угадайте, моя мама сказала, Наташа, а там не секта? Вот я не знаю... Ой, мам. Что? Наконец, уже секта. Это близок, правда. Да, ну, я не знаю, я не стала говорить ей, что у нас тут с вами секта, так что вот она находится в небедении. Нас прошло, из надежды в голосе? В общем, ну, на этом я хотела бы закончить, собственно, и пожелать всем, не знаю, всего самого лучшего. А что еще? Что? Еще! Еще шуток. Расскажи. Про жизнь. Ну, что вам рассказать? Что-нибудь хорошее или смешное? Что-нибудь хорошее или смешное? Ты работаешь? У меня, я работаю в издательстве, я работаю, не знаю, как я там работаю, я не знаю, как я называюсь. То есть... Да, ну, я там работаю, мне очень нравится, правда, я очень счастлива и желаю всем найти и сказать, что я работаю. А? Что это из издательства? Русайенс. Оно, ну, оно очень неизвестное, вы, наверное, о нем не слышали никогда. Звучит серьезно. Да, звучит серьезно, но это специально так задумано. У тебя русская наука? Да, от этого. А гуманитарная наука или эмокарная наука? Ну, в основном у нас экономика, то есть, ну, экономическая литература. Блин, просто я историк рассчитывала на себе издатель, я знаю. Нет, ну, слушай, ты можешь к нам обратиться, короче, подойди ко мне после того, как я отожгу, вот, после моего выступления. Наташа, может быть, ты припомнишь, были какие-то такие моменты в твоей жизни, которые, может быть, даже забавные, но повлияли на твою жизнь и мировоззрение, вот что-то изменили, бывало такое? Не припомнишь? Мне кажется, это интересно. Слушай, я ничего не припомню. Я сейчас, вот, знаешь, пытаюсь ответить на твой вопрос. Вот такая яркая, и вот я всегда думаю, как это? Ну, мне сейчас приходят в голову какие-то грустные, наоборот, истории. То есть, например, буквально вчера, то есть, накануне моего дня рождения, когда я пыталась быть в хорошем настроении, ко мне пришел какой-то человек на страницу, насрал в комментариях, то есть, написал, что я вообще ужасна, я там ущербна, в общем, ну, я не поняла, это был мужчина или женщина, то есть, в зависимости, я пыталась что-то понять об этом человеке, но, в общем, в итоге просто кинула его в черный список, чего вам всем тоже советую. Это уже человек. Если еще кто-нибудь хочет о чем-нибудь услышать, а так я могу закругляться уже, потому что моя программа в голове уже закончилась. Ты молодец. Спасибо. Спасибо, ребята. Так, у нас снова работает микрофон, а еще мы подсчитали количество голосов и выяснили, что победила Туяна. Здравствуй, ты получаешь приз равный 430 рублей. Приз. Поздравляю, второй распотрядок, саркетчан. А сейчас...